МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но у этого есть и другая сторона медали. Многие начинающие сетевики бросают бизнес так, как он растет медленно, и часто приходится слышать отказы. Идя в сетевой маркетинг, вы должны понимать, что здесь нет моментальных результатов. Чтобы добиться высокого дохода, вам нужно упорно трудиться, преодолевать себя, свои страхи, работать с возражениями, постоянными отказами и постоянно обучаться. Если вы не уверены в себе и не хотите вкладывать время, труд, деньги в свое развитие, в свое будущее, то вам лучше выбрать другие способы заработка. Вы должны понимать, что далеко не все люди согласятся сотрудничать с вами и строить бизнес в вашей компании. Если вы решили стать сетевиком, то мой вам совет. Для начала проанализируйте свои сильные и слабые стороны. Объективно оцените свои возможности. Если вы устаете от общения с людьми, тяжело переносите отказы, и думаете о быстром заработке, то вам лучше не спешить бросаться в этот ум с головой. Тут нужно понимать, что результаты вы получите не сразу. Выйти на хороший доход вы сможете не раньше, чем через 2-3 года. Каждому человеку важно общение с другими. И сетевой маркетинг – это то место, где общение становится основой для вашего бизнеса. Для многих людей из этой индустрии сама атмосфера ведения MLM бизнеса является образом жизни. Но если вы не любите общаться, то есть для вас присутствие на различных семинарах, тренингах и мероприятиях сетевой компании утомительно, то вы, естественно, не сможете добиться успеха в этом бизнесе. Прелесть сетевого маркетинга в том, что градация внутри структур совсем не означает градации доходов. Активный член структуры может зарабатывать в разы больше своего спонсора. Такова суть этого бизнеса. В противоположность многим видам работ, где кто-то другой решает, сколько вы будете зарабатывать, В MLM вы решаете это сами. К примеру, на обычной работе сотрудник по найму должен работать 8 часов в день и получает довольно скромную зарплату за это же время. Если же вы будете столько же часов в день работать в MLM-компании, вы сможете увеличить свой доход как минимум в 5 раз. И это только сначала. Каждым днём ваш темп будет увеличиваться, а доходы расти. Другое преимущество сетевого бизнеса – это совершенно другая атмосфера по сравнению с другими видами бизнеса. Она здесь более здоровая. Здесь руководители напрямую заинтересованы в том, чтобы партнёры их структуре становились выше и богаче, чтобы они постоянно развивались. В этом случае выигрывают все, ведь так повышается доход из сетевика, и тем самым увеличивается доход его лидера, его руководителя. Наставники в этом бизнесе не боятся, что вы их подсидите, потому что здесь честное разделение прибыли. В этом случае они поднимутся выше по карьере и заработают ещё больше. Ещё один неоспоримый плюс сетевого маркетинга в том, что в процессе работы можно приобрести хорошие навыки межличностной коммуникации, планирования, лидерства, управления. Здесь вы постоянно развиваетесь, совершенствуетесь. В этом вам помогают ваши наставники, система обучения компании. Если вы умеете находить общий язык с людьми, то вы непременно добьётесь успеха в сетевой компании. Но вы должны быть готовы к тому, что в обществе репутация сетевого маркетинга подпорчена. Поэтому найти единомышленников, а тем более превратить их в своих клиентов или партнёров по бизнесу будет непросто. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова